Август традиционная пора приготовлений к школе. Перед родителями встает непростая задача полноценно, но без лишних затрат подготовить своего чада к школе. Советы от тех, кто уже потратился на образование в нашем следующем сюжете. Наступает волнительная пора. Школа все ближе. Тетрадки, дневники, учебники. Все это обязательные атрибуты и подчас совсем не дешевые. В преддверии начала учебного года мы решили выяснить, сколько нужно потратить, чтобы отправить ребенка буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. 10 тысяч мы точно уже, это только одного. Одежду, сарафан, блузка, обувь, скульптуру, форма. Это не считающих констоваров мы не собрали. В течение года постоянно приходится подкупать. На 1 сентября купили самое необходимое, потом первая неделя, вторая неделя. Ну, много. Тетради, ручки, все вот эти письменные принадлежности, они тоже стоят денег. Это не дешево сейчас на данный момент времени. Вот, поэтому я же, нам всего лишь 5 лет исполнилось, но я уже как бы понимаю, что скоро мы начнем готовиться, и это будет достаточно дорого. Канцелярские товары, принадлежности на портфели, на обувь, ну, на все. Ну, я так думаю, что сейчас у нас есть такие магазины, где все и сразу есть. Можно в одном магазине ребенка собрать полностью. Я думаю, что здесь психологически-то никаких проблем нет. Можно собрать. И вообще, я думаю, знаете, кто хочет и заинтересован, он соберет ребенка быстро и как положено. Много магазинов ушло, и тяжело собраться из-за этого. Одежда, наверное, минимум 7. Плюс тетрадки, тетрадки, ручки. Это тоже, наверное, тысяч пять. Портфель хороший, приличный, тоже, наверное, тысяч три стоит. Надо выкручиваться, много вариантов, ходить по разным магазинам. Я думаю, что можно бюджетно собрать ребенка в школу. Рюкзак тысячи две, одежда, юбка три тысячи, кофта три пятьсот, блузка. Их же надо две-три. Так что, наверное, к 20 все и выйдем. Можно, конечно, брать на несколько размеров больше одежду и носить несколько лет. Но мы так не делаем, поэтому тратим много. Денежный вопрос остается актуальным для большинства родителей. Собрать ребенка в школу не так просто, как может казаться. В частности, потому что есть огромный перечень необходимого для учебы, а стоят концтовары недешево. Нужно потратить много времени, обойдя не один магазин, чтобы найти все необходимое и подобрать школьную форму по размеру. Тем более, что и в течение учебного года нужно оплачивать питание, общешкольные и классные нужды. Очевидно, что родителю придется потратиться. Как показывает практика, одежда обходится дороже всего, поскольку у ребенка должно быть минимум два комплекта формы. Тем более, ребенок постоянно двигается, и вещи могут приходить в негодность. В список необходимого больше всего первоклашек, поскольку им необходимо огромное количество принадлежностей для учебы и творчества, которых зачастую после детского сада не остается. Государство всячески старается помогать семьям в вопросе подготовки к школе. Сейчас детям из многодетных семей выдают школьную форму. А скоро начнется выдача бесплатных наборов школьных принадлежностей семьям с невысоким доходом, детям участников специальной военной операции и детям из многодетных и опекаемых семей. В любом случае, 1 сентября и первый звонок – это праздник для ребят, а школа – это почти работа для детей. И лучше работать в комфорте. Так что все траты оправдываются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!